Трапеция ABCD с основаниями AB равно A и CD равно B проведен отрезок A1B1, соединяющий середину диагонали. Его длина это, понятно, полуразность, модуль полуразности. Ну, да. Его длина, понятно, B, ну, в данном случае B минус A пополам. Ну, мы знаем то, что B больше A. Посмотрите, в среднем треугольнике, да. В полученной трапеции A1B1CD, A1B1CD, снова проведен отрезок A2B2. Точно так, ну, точно по такому же принципу. Раз, два, вот, середина и так далее. Будет ли это последовательность, ну, будет ли последовательность отрезков, то есть A1B1, A2B2 монотонной, возрастающей или убывающей? И стремится ли она к какому-нибудь пределу? Исследовать последовательность длин этих отрезков. Да. Напишем, чему равен первый отрезок, то есть A, B. Это A. Следующий отрезок, соответственно, равен B минус A пополам. Следующий. Пусть B пополам, A минус B на 4 плюс A на 4 и так далее. Сначала докажем то, что она не будет монотонной. Пусть A больше, чем B минус A пополам, тогда, соответственно, A больше, чем B делить. А отсюда следует, здесь будет обратно неравенство, то есть вот такое. То есть она не только монотонна, даже первые три члена не могут быть монотонны. Ну, они, она будет больше, меньше, больше, меньше, больше, меньше. Дело в том, что когда из B вы вычитаете одну треть B, то получается две трети. То есть пополам делить, то получается одну треть. То есть есть такая уникальная ситуация. Одна треть, одна треть, одна треть, так же бесконечности. А если не так, то отрезки все время, то было больше, чем одна треть, станет меньше. Или наоборот, было меньше, чем одна треть, станет больше, потом опять станет меньше. Ну, хорошо, дальше. Да, ну, найдем, к чему она стремится. Ну, это тоже не сложно. Найдем буквально, к чему равна вот эта сумма для, вот, а делить на 2n, для n, стремящейся в бесконечестве. Куча? Ну, вот здесь, оно там все время пополам делится. Я бы сказал, на 2 в степени. Да, на 2 в степени. Да. Вот. Ну, это все легко. Х равно. Да. Полно. Да. То есть вы хотите написать общую форму, да? Да. b на 8. Вот. Соответственно, 2х равно b минус b на 8. Можно заметить, что вот это х будет в точности. Ну, и значит, что х равно b на 3. А? В общем, в случае, х равно. Ну, почему эта формула будет равна? Ну, то есть, х равняется b в половину. Ну, смотри. Мы берем и домножаем всего на 2. Смотри. Вот это называется сумма бесконечно бывающей геометрической прогрессии. Ты еще одна и два. Ну, и не только. В школьной программе 9 класса тоже было. За задачу спасибо. Ребята, смотрите. Смотрите, какой есть простой общий прием, когда имеешь дело с задачами на пределы. Прием такой. Если у вас есть подозрение, что какая-то величина будет пределом, то разумно, что называется, начало координат взять в этой точке. Объясняю, что в данном случае разумно было сделать. Вот вы же заметили, когда вот этим вот занимались, что особая такая величина это b разделить на 3. Согласны? А теперь смотрите, что можно сделать. Обозначить величину а таким образом. b разделить на 3 плюс х. То есть смотреть, насколько отличается наш отрезок от b разделить на 3. Значит, итак, был отрезок длины а. А это то же самое, что b разделить на 3 плюс х. Стал, какой отрезок? b минус а пополам. Интересно, мы способны посчитать это? Да, конечно. Это b минус b разделить на 3, минус х и разделить на 2. Согласны? Отлично. Это будет b разделить на 3, минус х пополам. Все. Никаких бесконечно бывающих диабетических прогрессий, ничего. Смысл очень простой. Отличие от b разделить на 3, вот этот самый х, превращается в минус х пополам. То есть, смотрите, было чуть больше, станет с другой стороны, но в два раза меньше по модулю. Потом будет, и вот такая штука будет, да? Отдременно сразу два вопроса. А? Отдременно сразу два вопроса. Конечно. Мы поняли суть дела. То есть, когда вы изучаете какие-то вот такие итерации, всегда полезно посмотреть то, что называется неподвижная точка отображения. То есть, в данном случае посмотреть, когда величина при отображении переходит сама в себя. И на этом еще что-то не заканчивается. Значит, господа, в той самой упомянутой тысячу одной задачи, есть задача, которую, конечно, в глубоком детстве многие из вас решали, но ровно сейчас ее надо напомнить. 875-е. Пять моряков собрали на острове мешок орехов и заночевали. Ночью один моряк проснулся и разделил орехи на пять равных частей. Один орех оказался лишним. Моряк отдал его мартышке, съел свою долю, лег спать. Затем то же самое проделали остальные моряки, причем никто не знал о действиях предшественников. То есть, каждый просыпается, подходит к орехам, делит на пять равных частей. Один орех оказывается лишним, он его отдает, мартышка съедает. Утром оставшиеся орехи разделили поровну. Причем снова остался один орех для мартышки. Сколько было орехов? Ну, давайте-ка мы ее решим. В конце они все пять раз расснулись, один орех отдали мартышке, все орехи съели, на этом успокоились. Изначально было пять моряков, да? Да, их не изначально, их всегда было пять. И надеюсь, что еще долго их будет пять. Роличество моряков, это значит, не веряется. Пять моряков собрали на острове мешок орехов и заночевали. Ночью один моряк проснулся, разделил орехи на пять равных частей, при этом один орех оказался лишним. Ну, если такое понятие, деление с остатком, да? Моряк отдал орех мартышке, съел свою долю, лег спать. То есть, они пытаются быть честными. Но, не зная об этом, второй моряк проснулся, разделил орехи на пять равных частей, один орех оказался лишним, он его отдал бартышке. И так сделали все пятеро по очереди. Утром они все проснулись. И, так сказать, не говоря друг другу ни слова, хотя вот это уже странно. Вот это уже могли бы друг дружки и сказать. И тут бы выяснилось, что кто-то съел чуть-чуть больше, кто-то чуть-чуть меньше. Понятно, да? Первому досталось немножко побольше орехов, чем второму, тем более побольше, чем третьему. Но, тем не менее, в этой задаче так, что они проснулись. Но, скажем, не в глупости. Они самые честные. Морякти не вываживайте. Так вот, повторяю, утром они проснулись, разделили все орехи, расставшие урисла, на пять равных частей. Один орех оказался лишним, они отдали его любимой мартышке. Вот, заметьте, Арсений попал в очень важную штуку. Выяснилось, что... Найдите неподвижную точку. Короче, господа, пока я секунду есть. Вчера произошло совершенно замечательное событие, а именно на выборах, состоявшихся в интернете, не только в интернете. Первое место занял Навальный, но это что-то, он политика и так далее. А вот второе и третье места – это абсолютное счастье. Все знают? Нет. Второе место занял Быков. Совершенно замечательный писатель. Очень рекомендую две его книжки. Ну, у него просто много стихов, это, кажется, вам интересно. Читайте, это действительно интересно. Вот, но две его книжки в высшей степени рекомендую. Совершенно чудесные книжки. Это очень подробная такая, на много-много-много страниц написанная им биография Акуджавы. Очень многие вещи, что называется, проясняющие, рассказывающие. Вот. И не менее замечательное, такое серьезное исследование биографии Акуджавы. Поскольку сам Быков – это действительно замечательный писатель современный, через совершенно потрясающего поэтического дара, то есть он может рифмовать все, что угодно, поваленную книгу, и все получится. Вот. И третье место занял тоже человек совершенно выдающийся, а именно Каспаров. Он тоже баллотировал. А? Он тоже баллотировал. Да, да, конечно. Это тринадцатый чемпион мира по шахматам. Человек, в общем, понимаете, ребят, это вещь очень, на самом деле, важная, что действительно выдающиеся люди. Так, ну что, нашли неподвижную точку? Объясняю. Пусть было икс орехов. Повторяю. Пусть было икс орехов. После одной операции сколько их становится? Ах на четыре. Ах на четыре. Что это? Четыре. 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 Вообще абсолютно право. То есть смотрите, один орех отдали и разделили на пять. Столько орехов съели. Правильно? Да. Это столько съели. Нет, еще один съели. Это не съели, это мортишек съел. Да, это сколько съел человек, наверное. Вот это столько съели, да? Да. Не человек, а человек и мортишек. Отлично. А сколько осталось? Четыре икс. Четыре икс. Минус четыре икс. Согласны? Вот столько осталось. Это после одной операции. После того, как один... А теперь моя подсказка. Давайте узнаем, когда равенство. В каком случае равенство? Ну, это на самом деле, если съели ноль орехов. Интересно, бывает такое? Бывает такое, чтобы съели ноль орехов? Минус четыре. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Икс равняется минус четырех. Это называется неподвижная точка. Если вам сказали, что полезно искать неподвижные точки от выражений, то значит и здесь тоже. Полезно искать неподвижную точку. А теперь давайте вспоминаем, как я здесь написал. Я здесь написал, что А это неподвижная точка плюс какая-то величина х. Согласны? Замечательно. Это означает, что и здесь я должен взять и написать. Что вот если я неподвижную точку нашел, я должен прямо так и написать. Пусть, вот я это уже убираю, количество орехов это смотрите сколько. Это y минус четыре. y это на сколько количество орехов отличается от неподвижной точки? Дорогие мои, вы способны подставить сюда y минус четыре? Отлично. Что будет? y минус четыре минус четыре. Что-что? y. y, правильно. делить на пять. Это все понимают, да? y минус четыре минус четыре. То есть минус пять делить на пять. Отлично. Значит, съели y разделить на пять. Интересно, а сколько же осталось? Это нужно вот отсюда вычесть вот это число. Согласны? Значит, осталось. Давайте стрелочку. Осталось, 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 осталось. Четыре пятых и у минус четыре. Обратите внимание. Четверка. Ну, что-то без изменений, да? А только здесь возник множитель четыре пятых. Догадайтесь, что будет после второго моряка. 16,25. А что будет после третьего? После четвертого? После пятого? После пятого будет четыре пятых в пятой степени умножить на y и минус четыре. Обратите внимание, что мы с вами в новом вот этом вот обозначении легко поняли, что будет через пять раз. Замечательно. И теперь, что вам нужно? Чтобы вот это количество орехов оно тоже равнялось бы какому-то числу вида 5k плюс 1. Согласны? Ну, а это уже некоторое вполне себе понятное уравнение. Это некоторое вполне понятное уравнение. Я даже, знаете, что сделал? Я четверку перенесу вот сюда и уравнение тогда так запишется. Четыре в пятой умножить на y делить на пять в пятой нет, пока в пятой. Равняется. Ну, да, можно и было и сразу написать в шестой. Значит, ребят, Андрей намекает на то, что вообще здесь пятерка есть. Вот. Теперь вопрос. Какое необходимое и достаточное требование на число y, чтобы вот такое было? Возьмите пять в шестой. Абсолютно верно. y должно нацело делиться на пять в шестой степени. Пять в шестой степени, давайте сообразим. Пять в кубе это 625. Значит, пять в шестой степени. 125. 125, извините, пожалуйста. Да, 125. Это пять в четвертых. 1625. 15625. Совершенно верно. Вот. Таким образом вы получаете полное решение задачи. В качестве y надо взять 15625 умножить на z и мы получаем окончательную окончательную формулу. Значит, если в начале количество орехов равнялось 15625 умножить на z минус 4, то такая история могла произойти, где z любое натуральное число. И, соответственно, после пяти операций у вас получается вот эта формула. Ну, там будет 1024 умножить на 5. Это сколько? Это 5120, да? Да. Вот. То есть, после пяти операций у вас получается 5120 z минус 4. И здесь, соответственно, моряки один орех скормили обезьянки и каждому из них досталось 1024 z минус 1. Согласны?